Приветствую вас на канале Бизарр Воров, меня зовут Макс И сегодня у нас новый выпуск про карты, уже 70-е Про разные интересные, прикольные, исторические карты мира И сегодня с нами будет выпуск и... О, кстати, вот и Лёля, приветствую! Привет, Макс! Здорово всем зрителям! Ну что, я тоже готов, короче, посмотреть, что там за карты Погнали! Погнали! Друзья, рады представить вашему вниманию продукцию российского бренда Эльтроник Наши акустические системы сочетают в себе все самое лучшее для вашего отдыха Крутая цветомузыка, ну и, конечно же, доступные цены для любого кошелька Более 10 лет на рынке и тысячи покупателей по всему миру Заходи к нам на сайт leaderdefisnn.ru и выбери свою модель Если музыка, значит Эльтроник Итак, первую карту нам сегодня прислал пельмень О, кто-то сказал пельмень? Или мне послышалось? Ну да, конечно Стоит сказать про пельмени, и ты сразу тут На самом деле пельмень нам прислал сегодня карту мира И эта карта вымышленная мемная страна Более ли менее Что? Более ли менее? Что это за страна-то такая? Ну вот такая вот забавная страна Смотри, если тут приглядеться, здесь можно найти столицу государства, которая называется ЦЯ Так же есть симпатичное море Граничит с более или менее интересные такие вот страны Извини, типа того Соединенные Штаты Искусства Сделанные программные Эмираты Есть разные области Здешняя, местная, ихняя Есть города, смотри, экспресс Звонят Могу прийти Остров одетый, остров надетый В общем, да Не, Макс, тут карта, ну, совершенно неполная А где пустыня Калидор? Например, озеро Кофе Пик Кетчуп Или город Лучший Но в целом, конечно, карта смешная Да Следующую карту нам прислал Макс Это карта, где бы хотели жить разные жители разных стран Очень много стран Допустим, США, Бразилия Хотят жить в Канаде Часть китайцев тоже разделилась Кто-то в Америке, в Канаде, в Британе Казахстан хочет жить тоже в США, оказывается Беларусь в Швеции А вот Россия в Швейцарии Ну, а что тут такого? А я бы тоже хотел жить в Швейцарии Говорят, там огромные зарплаты И красивая природа Ну, Лёлик, зарплаты, может, там и хорошие Да? Порядка 5 тысяч евро в месяц Но там есть и минусы, на самом деле Например, 12 яиц стоит на наши деньги почти 500 рублей Буханка хлеба стоит почти 250 А, например, услуги оплата интернета в месяц 60 мегабит Почти 5000 рублей Да и, блин, проезд в общественном транспорте Почти 300 рублей билетик Представляешь? Да Дороговато что-то Дороговато Следующую карту нам прислал Черный Это карта Европы аж 1648 года На ней вы можете увидеть Османскую империю, которая простирается на большие территории Польско-Литовская уния, Крымское ханство, Французское королевство, Испанское королевство В общем, совершенно другой мир был в тот период времени Блин, да тут вообще ничего не понятно-то Что это за вообще непонятное? Валашхашинское княжество? Что это такое вообще? Испанские Нидерланды? Бранденбургские? Что вообще за хрень тут происходит? Ну, Лёляк, это не хрень Это просто в то время так мир делился А также было сделано, кстати, некоторые великолепные географические открытия Например, открыли Берингов пролив Ну, а также произошел соляной бунт В смысле, дрались за соль, что ли? Да нет Вот, в общем, это такой бунт, который привел к разработке и принятию нового закона Оформивший, так сказать, окончательно уже крепостное право И переход России к абсолютной монархии И самодержавной власти, царя В общем, вот такая вот интересная карта историческая Следующая, довольно-таки любопытная карта от Максима Это карта про телевидение В общем, вы видите карту Европы И тут обозначены даты запуска телевидения То есть, когда стартовало телевидение в разных Допустим, Россия 1938 года Франция 1939 Британия 1936 В некоторых странах более позднее время Стартовало телевидение Турция 1968 год только Исландия тоже 1966 год А здесь как раз можете увидеть, как выглядели телевизоры того времени Начиная с 1928 года Но это не совсем телевизор Ну а вот там с 30-х 36-го уже более-менее похож на телевизор Ну и телевизоры Блин, это просто какой-то хлам они телевизоры Там же ничего не видно, маленькие окошки Мало того, Лелик, что окошки маленькие, так они еще и черно-белые были Представляешь? Вообще нихрена там не было видно Хорошо, что у нас теперь прикольные, большие, красивые телевизоры Следующая карта нам прислала в Италии Это карта стран по численности интернет-пользователей Как вы видите, например, в России 102 миллиона человек пользуются интернетом Это примерно 70% населения Также много в Бразилии В США 287 миллионов, почти 90% В Великобритании 93% В Японии 91% 115 миллионов Ну а Индия с Китаем вообще я молчу Хоть процент покрытия интернет-пред маленький Но за счет населения в интернете сидит 462 миллиона А в Китае и того больше 721 Ну и жесть! 721 миллион! Это получается 7 России практически Там, наверное, ролик выпустишь И сразу миллиарды, квадриллионы просмотров получаешь Все, Макс, я буду в Китае свой тикток записывать Иди записывай, иди записывай Хоть себе на пельмени заработаешь Следующую карту нам прислал Никита Это карта противодействия НАТО и ОВД В красном отмечены зоны, так сказать, влияния и контроля Организации Варшавского договора Синим уже отмеченную НАТО В зеленом это нейтральные страны того периода времени Это, собственно, Ирландия, Дания, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Швейцария, Албания и Греция Ну и Югославия, как вы видите тоже, да? Еще в 14 мая 1955 года в столице Польши был подписан Варшавский договор Этот документ оформил, собственно, создание Организации Варшавского договора Это такой военно-политический союз был в то время Противовес, собственно, НАТО Главная роль в нем принадлежала Советскому Союзу А в НАТО, как вы понимаете, уже рулили американцы Вот такой был баланс сил Сейчас же, как понимаете, ситуация кардинально изменилась Да, странное название ОВТ, НАТО, ШМАТО, МАТО Вообще, зачем вот это все создавать? Вот не могут людишки вот жить в мире и согласию Эх, все варили бы пельмешки, кушали с утра Вечером бы смотрели сериалы и все было хорошо Нет, эх Ну и несколько карт, друзья, которые я, собственно, подготовил для вас Не от подписчиков, а сам нашел В общем, как вы знаете, существует некий такой конфликт За зону влияния между Грецией и Турцией Вот эта карта как раз показывает морские территории И зоны влияния турков и греков Как вы видите, да? Определенные территории под вопросом находятся И также под контролем Как раз вот в центре острова греческие Вот это греческо-турецкие За которые идет спор Ну и в будущем это может даже, возможно, вылиться в какой-то конфликт Если вы любите игру GTA Grand Theft Auto Ну, где в машине бегаешь, там, вылазишь, стреляешь по всем там Ну, эта карта предположительно Ну, не точно А будущая карта из игры GTA 6 Которая разрабатывают Довольно-таки большая карта Как мы видим, похожа очень на мир Ничего себе! Все-то тут прикольно Только я не пойму, где Россия? Почему только кусочек? Почему я не могу на машине, что ли, поездить, так сказать, по-сибирски по тайге? Ну, видимо, Лелик, там дороги не очень такие Даже в GTA невозможно будет проехать Я не знаю Ну, карта впечатляет Еще одна карта из игры Уже из игры Sims 4 Вообще классная игра Создаешь людишек, они рождаются Там что-то мутят, дерутся Отдыхают, детей рождают Короче, жизненная игра Ну да, да, жизненная, жизненная Тут, видишь, если взять все обновления И так называемые DLC в игре Sims 4 И предположительно, да, наложить их все на карту То может получиться что-то типа нашей планеты Земля Справа ты видишь типа Северная и Южная Америка, да Сим-Нейтсон и Саус-Сим-Нейтсон Есть даже Чайна, Китай, Европа Киндом Симхара, это типа Африка Е-Лэнд, это Евразия, да, остальная В общем, прикольно А это довольно-таки интересная карта Карта мировых регионов полетной зоны Как ты знаешь, чтобы летать, да Самолеты обычно запрашивают полетную зону других стран Ну, чтобы пересекать пространство этой страны Как ты видишь, у некоторых стран она больше, у некоторых меньше Например, у России, как ты видишь, вся северная часть Граничит с США, Японией, да И Норвегией, Исландией У США тоже огромная Австралия, Южная Африка То есть, эта карта дает возможность взглянуть на мир немножко иначе Чего себе А если я буду летать просто на своем вертолете, где попало По разным странам То что произойдет? Ну, тогда у тебя просто средство защиты Или ПВО, или самолет взлетит какой-нибудь И тебя сшибет нафиг Потому что не надо летать, где попало Блин, ну все-таки карты прикольные сегодня получились Мне понравилось А вам, кстати, зрителей понравилось? Да, сегодня неплохая подборочка получилась Спасибо всем, кто прислали свои карты А мы, так сказать, пойдем дальше смотреть Какие еще карты есть Пока-пока, друзья, пока-пока Если вам понравился выпуск, друзья Обязательно пишите в комментариях Что вам понравилось Присылайте карты в группу ВК Присоединяйтесь к нам в Телеграм Там интересно, там чат у нас Мы общаемся Я там постоянно практически нахожусь Также подписывайтесь на мой второй канал Бизар в Джой Собственно, на нем я провожу стримы Чуть ли не каждый день по вечерам Играем в разные игры, стратегии В общем, жду вас Приходите А у меня на сегодня все Всем спасибо Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok